Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Почему это методические рекомендации? Потому что нет такой нозологии лонг-ковид. Это первое. И второе, к сожалению, методики лечебного воздействия еще не прошли полноценные клинические исследования, просто времени до этого недостаточно. И скорее упор делается на симптоматическую терапию, исходя из того, что мы знаем. Есть ли такая проблема? Проблемы есть. Давайте сначала дефиниции очень простые. Человек переболел. Часть больных незначительная, но все-таки значимая для пациентов. Это люди, у которых симптоматика продолжается до 12 недель. Это по британской классификации. И эта симптоматика связана непосредственно с заболеванием. Вот в этом случае вот такой термин лонг-ковид. Сначала он был такой бытовой, сейчас его стали применять чаще. И есть термин пост-ковид. Это большие изменения, связанные с болезнью. Но туда входят еще и проблемы обострения хронических заболеваний. То есть это очень долгий, может год и даже более длиться. Вот это ситуация. Что это такое? Почему это происходит? Давайте начнем, попробуем разобраться, почему вообще возникает вот эта продолженная терапия. Вернее, продолженное течение болезни. Т.е. Александр Ильич, вам слово в данном случае. Андрей Георгиевич, я просто хотел бы напомнить, что мы анонсировали с вами документ, который уже есть в общем доступе и на сайте терапевтов, и на сайте Национального общества инфекционистов. Поэтому можно в него заглянуть. Если какие-то вопросы у вас или позиции вызывают сомнения или есть предложения, мы открыты. Потому что, повторяю, что для этого документ не размещается в общем доступе. Возвращаясь к вашему вопросу, позиции здесь несколько. Все зависит от того, как мы смотрим на инфекционный процесс вообще. И если мы вернемся к хорошо известному нам гриппу, с которым человечество живет не один десяток лет и не один век, то традиционно принято кивать к тем странам, которые имеют жесткий медицинский протокол. И скажем, если мы заглянем в CDC, там написано, что стандартное определение гриппа – это все, что случается с пациентом в течение двух месяцев после перенесенного гриппа. Неважно у вас инфаркт или инсульт, или вы даже ногу сломаете. То есть все отнесено к осложнениям гриппа. И проявлением. Потому что настолько мощный инфекционный процесс, который сопровождается не только биохимической поломкой, но и дисбалансом в органах и системах. Потому что мы прекрасно знаем, что инфекция при классическом развитии вызывает сами осложнения, либо обостряет хронические заболевания. Ненаглядным примером была серьезная инфекция – это грипп, и, повторяя, человечество с этим жило. Ковид на несколько порядков более серьезный инфекционный, тот же самый респираторный процесс, который имеет также абсолютно разную симптоматику и разное поражение. И поэтому, если вы вспомните хронологию, изначально и постковид рассматривался как временной промежуток два месяца. Но потом стало очевидным, что часть симптомов – это полгода, а один моносимптом может сохраняться и более длительное время. Вы знаете, забегая вперед, я хотел поделиться публикацией, которая поступила в журнал «Инфекционные болезни» из нашего хорошо известного учреждения, из Клифа, где они провели исследования по обнаружению вируса SARS-CoV-2 через полгода, через три месяца, через год после перенесенного ковида, и которые поступили в соматическое отделение по поводу другой проблемы, и, к сожалению, их жизненный путь закончился печально. И при патологоанатомическом исследовании они обнаруживали вирус, обломки вируса в различных органах и системах. А тогда и в нескольких системах. Очень важно понять, обломки ли это, то есть дефектные вирусы или живые. Я ждал эту статью, но понятно, что вирусологические исследования, они слишком продолжительные. Конечно, говоря о реальной клинической практике, мы могли бы использовать количественную систему и сказать, что в первой точке столько-то концентрации вируса, через две недели вот такая концентрация вируса. Но речь шла об аутопсийном материале. И поэтому наши коллеги показали, что вирус присутствует. А в каком виде? И что он делает? Ведь по логике всех событий, если представить, что это иммунные комплексы, антигены, антитела, они распадаются и вновь появляются антигены, но год, согласитесь, слишком большой временной промежутой. Большой, конечно. И поэтому в настоящий момент стоит вопрос о том, почему у ряда пациентов очень долго сохраняется высокий уровень ИГМ. То есть мы говорим про персистенцию, по сути дела. По сути. Доказать ее невозможно. Хотя, если возвращаясь к классике жанра инфекционного процесса, мы вспоминаем академика Беликол. Генерал, академик, возглавляющий кафедру эпидемиологии в Первом Меде, ведь теорию саморегуляции никто не отменял. И у нас в организме так называемые есть колодцы, в которые вирусы переживают и ждут своего звездного часа. Примятие герпеса вируса. Да, да, вот хотел сказать. Это понятно. Эпштейнбар, да, герпес. И прочее. А ведь и другие вирусы, оказалось. Покидает они нас или не покидает? Либо они входят в состав ВИРОМа, либо ВИРОМ наш, собственно, их отторгает. Вот здесь точку поставить невозможно. Поэтому, конечно, ученых привлекает и брыжейка, лимфатические узлы брыжейки, и другие органы. Ну, самое, как бы, доступное – это среднее ухо. Так что наиболее часто большинство вирусов как раз и активируется. И среднее ухо – это вот классический синдром колодца. И понятно, что первично, что вторично в этой ситуации тоже предстоит расстраиваться. А вот сотрудники из Клифосовского института, они находили все-таки в основном где легкие кишечники? Они находили практически во всех органах и системах, но ключевым было четыре органа. Это, бесспорно, это был легкий кишечник, мозг, а вот четвертый орган чаще всего варьировал. И принципиальная разница по гендерному признаку, но я не могу пересказывать всю статью до ее публикации, потому что еще она рецензирование должна пройти в скобском журнале, но представляю, что это вызывает колоссальный интерес. Да, они использовали неверсологический метод, они использовали высокочувствительный метод ПЦР для того, чтобы обнаружить факт. Повторяю, что не ковидные пациенты, а поступившие в институт Склифосовского по поводу любой другой патологии, но в анамнезе, имеющей какой-то срок давности после перенесенного ковид. Ну вот в наших рекомендациях мы упоминаем и зарубежные публикации, которые тоже подтверждают вот эти же данные, тоже найдены были методом ПЦР через год даже после болезни. И публикации российские, наверное, вы первые говорите, но, по крайней мере, в разговорах я знаю, с патоморфологами прежде всего, что были обнаружения, это и суд хирургии, вернее, научный центр хирургии это говорил, и мои главные специалисты, там, пульмонологи об этом говорили. То есть проблема персистенции вируса есть. И самое главное, что это подтверждают не только вирусологи, но еще в 1920 году на заре академик Терновой, используя лучевые методы диагностики и магниты, которые были у него уникальны, опубликовал тоже серию работ, которые показывают, что почему у нас страдает память при лонг-кавиде и прочее. Есть реальные изменения, потому что фиксировалась скорость реакции, ну, на привычное какое-то решение, и потом она фиксировалась после перенесенного заболевания. И вот эта серия работы, откуда я о ней узнал, она подавалась, ну, действительно уникальная, потому что этот аппарат, который магнитный импульс исчитывает, кроме МРТ. Терновой сделал академик максимальное количество компьютерных срезов, и в том числе головного мозга. Это была уникальная информация, они подавали на международный грант, судьбу его я не знаю, но работа была действительно чрезвычайно актуальна. Это говорит о том, что наши исследователи, они не ограничены какими-то рамками. И в тот момент, когда шел поиск, как вот прорывным было в третьем медиа в МГМСУ имени Евдокимова, в мае прошлого года, публикация патологоанатомического атласа впервые в мире. Заратянс Олег Владимирович. Да, это действительно прорывные вещи, которые были показаны. Я просто напомню, что атлас был создан на огромном материале, более двух тысяч людей, ни у кого в мире такого нет. Я к чему, собственно, веду? Это не иллюзорное впечатление, что у меня туман в мозгу, как называют постковид чаще всего, или какие-то отдельные синдромы, симптомы. Но на самом деле есть и морфологические субстраты этого инфекции, которые можно доказать. Кстати, мы в сентябре провели опрос среди врачей разных специальностей, членов Российского научно-медицинского общества «Терапевт». Приняли участие в опросе 740 врачей. Это большая представительность. Мы попросили их указать наиболее частые симптомы, которые встречаются у больных. Вы знаете, в постковидном периоде лидировали там, конечно, неврологические симптомы, и одышка, и кашель были только на четвертом-пятом месте. А вот этот туман в мозгу, нарушение когнитивное явное совершенно... Да, бессонница, раздражительность и прочее. Да, да, и превалировали. Они превалировали. Значит, снижение настроения и так далее. И это, конечно, было удивительно, вот это длительное сохранение симптоматики. Поэтому один из самых больших разделов наших методических иллюминатовых раз посвящен неврологии. Именно из-за этого. Ну, и возвращаясь к началу нашего с вами диалога, я хотел бы подвести главное. У нас сейчас узкоспециализированная медицина, и если возникал инфаркт или, ну, острокоронарный синдром, неважно, какой синдром, никого причина не интересовала. Я надеюсь, что, наконец-то, мы подойдем к тому, что врачи других специальностей будут интересовать этиологии происшедшего события для того, чтобы адекватно на него реагировать. Потому что мы прекрасно знаем, что вирусное поражение того же миокарда, к примеру, это следующая по значимости симптом после поражения нервной системы, как собственное поражение почек. Следующая по значимости синдром тоже может возникать, как собственный инсульт, как в остром периоде, так и букет из, ну, для меня это дикая цифра, 16 неврологических и психических заболеваний, которые являются следствием. Потому что и потери волос, это только надводная часть айсберга. И обоняние. Через какое-то время вернуться, ну, более неприятное это извращение вкуса, но последствия одни и те же. Проблемы, связанные с поражением нервной системы. А вот поражение сердца также весьма весомое. И поэтому в разных этапах, повторяю, здесь может быть тоже по-разному. Это, может быть, и причины развития вирусного поражения сердца, так называют, как вирусное поражение легких. Даже не миокардитом, не эндокардитом. Не миокардит. Да. Как правило, не миокардит. Не миокардит. Вот, повторяю, что синдром такой появился и симптомы комплекс. Как раз, когда мы будем разбираться, мы подойдем к причине. Потому что ведь мы прекрасно знаем, что интервирусное, при определенных стереотипах интервирусов, была логичная картина. Вдруг началась серия, к примеру, в Москве панкреонекрозов острых. А выяснилось, что подъем интервирусной инфекции, вот с такой локализацией, очень часто поражение сердца интервирусная теология. Мы знаем цитомегалвирусную теологию. Ой, а что, с вами поговоришь, жить не хочется. Да, бывает новый плац знаний, которым надо заниматься. Понимаете, вот до недавнего времени мы считали, ну, грипп, ну, тяжелый грипп, ну, неважно, каким образом. Но причина-то абсолютно иная. И смотреть на проблемы нужно будет иначе. Порой симптоматические средства, возможно, будут неэффективны, потому что персистенция сохраняется. А мы знаем, что вирус способен, коронавирус возвращая, способен размножаться во многих органах и тканях. Практически везде. Да, из кишки-то это известно, длительное выделение. Да. Да, а вот, собственно, сердце-то ведь, биопсии сердца каждый день не проводится. Но поражение сердца и размножение вирусов, кардиомиоцитов, это абсолютно доказано. Очень грустная картина, можно я немножечко, чуть-чуть меду добавлю все-таки, вот есть приятная вещь, конечно. Значит, часть больных, особенно тяжело переносящие, прежде всего, поражение легких, у них начинается ремоделирование легочной ткани. И логически очень похожая на, вплоть до фиброзирующего альвеолита, очень похожая. Более того, достаточно часто образуются кисты. В том случае, если эти кисты тонкостенные прилегают к плевре, возникают пневмотороксы, пневмомедиастинам и так далее. И вот сейчас все-таки мы пришли к тому, совместно патоморфологи, рентинологи, вот мы обсуждали на конгрессе терапевтов этот вопрос. Есть обратное развитие. Я это видел неоднократно. То есть вот картина, на мой взгляд, совершенно пневмомосклероз, так сказать, деформация, образование сетей. Оказывается, нет. Это не полное формирование соединительных тканей. Есть обратное развитие. И тактика хирургов изменилась. Они теперь эти кисты не оперировали, они начинали оперировать их. Они их не оперируют. Они всеми способами. Консервативная терапия в открытых пневмоторках, заклеивание и так далее. То есть это говорит об обратимости процесса. И у всего есть начало, и есть конец. И будем надеяться, что это не будет персистирующая инфекция. Хотя, может быть, определенная группа контингента, там, иммунсупрессированных и иммунокомпрометированных, у них такой сценарий возможен. Безусловно. Но не так все грустно, не так все печально. Я просто хотел немножко, так сказать... Нет, я повторяю, что многое мы не знаем. И возможно, через полгода это... Герпесом живет каждый... И поменяется. 95% к 50 годам имеет тот или иной из теперь 9 герпесов. Потому что считалось, что их 8, теперь 6 разделился на 6А и 6Б, которые отдельные генотипы вируса. Вот мы себя мылим царями природы. На самом деле, не мы цари природы. Получается, что... Вирусы были до нас. Вирусы были. Значит, давайте я вам такой коварный вопрос задам, потому что апологеты-антипрививочники, это у нас будет небольшая тема, такая, безусловно, и нельзя не оставлять без внимания. Значит, говорят, что применение прививок способствует мутации вируса. Ровно наоборот. Вот ровно наоборот. Вот я и говорю, что вот мы столкнулись с антипрививочниками по мере того, как появлялись определенные знания, они тут же переворачивались, как у медали, с белой стороны на черную, и преподносилось то же самое бесплодие. Потому что речь шла о том, что живой дикий вирус циркулирующий может вызывать изменения в репродуктивной сфере, но ни в одной вакцине не содержится живого вируса, но это как бы преподносилось на щит. Здесь практически аналогичная ситуация. Да, действительно, данные при естественном течении инфекционного процесса, они есть, но при вакцинальном процессе это абсолютно недоказанная факта. Очень хороший ответ. Я, можно сказать, успокоился, потому что, ну, действительно, к этому апеллируют. Ну, мы не будем анализировать все сумасшедшие бредни антипрививочников, но вот это кажется научным тем. Хорошо. Откуда берутся новые штаммы? Откуда вот этот вот, как я вам называю, эмярик, вообще-то он омикрон. Скоро греческий алфавит у нас закончится. Ну, две буквы мы пропустили же. Нет, ВОЗ пропустил две буквы в надежде на то, что вот такой скачок, как, собственно, происходит в вирусе, может привести к тому, что это будет один из последних. Ну, один из последних. На самом деле, иллюзию питать не следует, потому что на самом деле процесс приспособления вируса к людям, а это антропонос, он происходит постоянно. И поэтому знаем 30 тысяч последовательностей. И когда набирает на машинке этот печатный текст, возникает в буквах какие-то ошибки. Сбои, да. Да, сбои. Большинство из них ведь летальные. Да, они же. Нет, и большинство из них, самое главное, не закрепляются. И они нейтральные, они никак не влияют на... Или летальные для вируса. Да, нет. Ну, вот я и говорю, что да, они ни к чему не приводят, потому что, я говорю, большинство из них все-таки нейтральные. Они не дают преимущества для того, чтобы стать царем горы. И повторяю, что это процесс постоянный. И оборвать его может одна ситуация, у которых в некоторых опять это вызывает недоумение. Опять коллективный иммунитет. Потому что мы знаем, что феномен ускользания вируса к непривитым никто не отменял. Вирус может мутировать и наглядно мутировать у иммунокомпрометированных лиц наиболее часто. Либо непривитых, которые иммунно наивны к вирусу, потому что иначе будет... Они начинают все сначала. Они начинают все сначала. Если бы это происходило у иммунных лиц, то нужно жесткие механизмы обхода антител наших придумывать для того, чтобы вот так вот сложно изменяться. И поначалу действительно казалось, скажем, что весь 20-й год, ну, половина его, лично я говорил о том, что как нам повезло с коронавирусом. Слабо изменяющийся. Потому что мутаций было огромное количество. И я об этом говорю не просто так. Потому что в нашем институте создана всероссийская система ВГАРУС, куда полные и частичные геномы вируса размещают со всей страны. Это банк данных. Да, банк данных. Она интегрирована в международную базу данных. И поэтому ученые имеют возможность обмениваться этой информацией. Но началась осень или даже конец августа. Я даже за эту дату, по-моему, 20 или 22 августа прошлого года пришел британец. За британцем, как из рога изобилия, южноафриканский, бразильский, японский. Индийский. И в разных странах они тоже разные. Казалось бы, одна линия дельта, но она разная, сопряжена с новыми свойствами. Последние, вот, Айвэй 4-2, которые пугали еще на 15%, куда уже дальше более заразен для окружающих. Но это непрерывный процесс. Даже вот царь горы. Казалось бы, он главный доминант. Но он не успокаивается. Это заложено в природе вируса. Два вопроса, позвольте. Есть ли конкуренция между вирусами? Вот где-то я слышал, что риновирус сильно конкурирует с коронавирусом. Не все риновирусы. В 71-16 в эксперименте действительно он имел большее сродство к рецепторам, но когда речь шла о предшественниках. Дельта настолько поменялся, что у него возросло сродство, поэтому и большая заразительная способность, и большая вирусная нагрузка, он быстрее реплицируется, и большая скорость развития инфекционного процесса. Поэтому, да, возможно, какая-то конкуренция есть, и все вирусы и бактерии конкурируют друг с другом. И для нас, инфекционистов, сценарии хорошо известны. Либо взаимное усиление друг друга, либо взаимное ослабление, редкий сценарий, либо не замечают друг друга. Тогда давайте актуальную тему. Ковид и грипп. И более тяжелые респираторные инфекции. Ну вот ситуация не самая приятная. Потому что если в прошлом году население... Я буду о нашей стране говорить. Ну конечно. Население открикнулось на призыв Роспотребнадзора, и вакцинация была беспрецедентная. Практически 70% населения, 19 миллионов детей, было вакцинировано. И гриппа не было. Ну вспышки не было. Вспышки не было, но за год там единичные случаи. В основном гриппа B. Да, был изменен состав вакцины. Это принципиальная позиция и значительный охват. А мы знаем, что для гриппа как раз порог 60-70%. И защитить группы риск, это ключевой момент. Ну тот же коллективный иммунитет, который мы пытаемся сейчас достичь. А вот в этом году, учитывая то, что гриппа не было, он пришел слишком рано. Уже в конце лета, в августе отмечались вспышки, обусловленные гриппом. И вот в этом году сценарий может быть абсолютно иной. Понятно. А вот такая ситуация. Может быть микс инфекция. И грипп, и ковид. Да может быть, конечно. Может быть. Это супертяжелое получается. Ну просто для того, чтобы сказать, что этот сценарий возможен, нужно обследоваться и на грипп, и на ковид тяжелых пациентов. Да, да, да. Ну потому что на самом деле чудес не бывает. 250 респираторных возбудителей. И мы прекрасно знаем, и у меня несколько работ защищено, о том, что в третье случае, Амир говорит, 25, треть, два или три вируса в первый день, может быть, одномоментно, разных респираторных. Но вот такого тяжелого сценария все, мягко говоря, побаиваются. Я никого не пугаю, но мы знаем, что и грипп по-разному протекает. Конечно. И ковид по-разному протекает. Но когда эти два патогена будут вместе, вряд ли они будут не замечать друг друга. Еще один вопрос. Значит, мы знаем в нашей истории человечество. И давайте завершим. И поэтому этот сценарий, самый неблагоприятный и описанный, хорошо изучен, грипп и пневмокок. И поэтому неспроста мы всегда говорили, что должна быть вакцинация от гриппа и лиц старше 60-летнего возраста однократно пневмокок. Хотя бы однократно. Да, мы не говорим о детях, потому что в национальном календаре пневмококовая вакцинация... Дети привиты в основном. У нас проблемы со взрослыми. И поэтому недаром и в прошлом году говорили мы об этом и призывали. Три инфекции для нас ключевых должны быть. Да, да. Пневмокок, причем я напомню, уважаемые коллеги, что у лиц старше 65 лет летальность от пневмококовой пневмонии составляет чудовищную цифру. 32 процента. Это в эпоху антибиотиков. Это ужасно. У меня еще один вопрос, который меня волнует. Значит, в истории был SARS и MERS, коронавирусная инфекция с высокой летальностью. Да. Как удалось их подавить? Почему они не развились и не пошли? Только из-за высокой летальности, которая ограничила распространение инфекции? Или какие-то другие причины? Ну, на самом деле, почему они самоликвидировались, вопрос остается открытым. MERS не ликвидировался. В мире регистрируется единичные случаи, но в конкурентном плане этот вирус проиграл. Если действительно SARS-CoV-1, сценарий развития событий был благостный, поэтому большинство людей и настороженно относились к дальнейшему развитию событий, потому что все завершилось, кажется, на 10 тысяч умерших в мире. Потом появляется MERS или верблюды там были промежуточным звеном. Я к MERS напомню, ближневосточный. Ближневосточный. Он циркулирует в популяции до настоящего момента. Но скорость его репликации или мутации не столь высока, да и контагиозное число, хотя летальность была жуткая. Но и, вероятно, в этом и кроется ответ. Потому что, ну, 40%. Сейчас 2,5 дикие цифры. 40% практически ограничивает распространение. Некому распространению. Но и цель-то вирус, представляете, он антропонос. Он уже к животным не вернется никогда. И цель-то у него не уложить нас в землю сырую. А питание есть регулярно. А цель другое. Воспроизводить себе подобных. И поэтому вот этот биологический тупик, который возник, на мой взгляд, обусловлен это высокой вирулентности, патогенности для конкретного индивидуума. Хорошо. Давайте вернемся к вакциям. Мне кажется, как раз эпидемия MERS-то послужила основой для разработки векторных вакцин. Бесспорно. То есть они не вчера и не на коленке сделаны. Тут тоже тезис. Вот, быстро сляпали вакцину, нам ее предлагают. Уважаемые коллеги, ее начинали делать. Особенно саму технологию векторных вакцин. Весь 21 век. Весь 21 век. Это как бы новая ситуация. Для нас якобы возникла, ну, была и Эбола. А если бы это все так было легко и просто, почему другие страны не сделают? Мы давайте производить ли вакцин на пальцах одной руки, наверное. Абсолютно. Причем, я считаю, есть, конечно, сравнительные цифры по эффективности, но есть один момент, который меня, в общем, очень настораживает в зарубежных вакцинах, хорошо известных, не буду называть. Это хранение при минус 70. Вот я прекрасно понимаю, что при массовой ситуации соблюсти логистику и соблюсти вот эти минус 70 на всем этапе, ну, это довольно сложно. Все-таки наша вакцина требует меньше. И учитывая, что плотность населения, ну, в той же Канаде, она, в общем-то, не столь высока. Да, вот так вот взять и довести, да, и держать минус 70 никаких проблем. А ведь это ключевой момент. Вы отметили, что для эпидемиологов холдовая цепь, это вот, понимаете, как золотой стандарт мер длины, веса и прочее, потому что несоблюдение, почему и с вакцинами едут термоиндикаторы с каждой партией, это очень жестко отслеживается. И в той ситуации, если происходит нарушение на каком-то этапе, то партия просто выбраковывается. Это большая потеря, дорогая вещь. Я предлагаю перейти потихонечку к вопросу, у нас появились вопросы. Так, Александр Васильевич, здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой термин больше соответствует ситуации, лонг-ковид или пост-ковид? Ответьте, это простой вопрос. Он и простой, и сложный, потому что, повторяю, что до настоящего момента, для того, чтобы мы говорили с вами о диагнозе, который мы должны поставить в истории болезни, должны быть жесткие критерии одного и другого. Потому что на самом деле для меня лонг-ковид, он сам по себе говорит, это продолжающийся инфекционный процесс, который не завершился. Более или менее острый. Да, да, острый. А острый процесс, напомню, может продолжаться до двух месяцев. По классической классификации, любой острый инфекционный процесс... А тут до 12 недель идет. Да, поэтому затяжной, и только через 6 месяцев возникает хронический процесс. Поэтому мы о хроническом процессе не говорим. А пост-ковид, это последствия, это само по себе. Поэтому последствия того, что вирус присутствовал в тех или иных системах, случилась та или иная поломка, или даже нарушилась, например, медикаментозная ремиссия какого-то процесса, он приобрел новые черты. Хорошо. А вы бы как ответили? А я также бы абсолютно ответил, потому что вот по классификации НАИС, которым мы пользуемся, в принципе, пост-ковид, это все, лон-ковид части, не у всех. Да. Вот это и составляет. Да, 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 без спорта. Примерно так. Следующий вопрос. Светлана задает. Добрый день. Год назад пациентка перенесла ковид, пневмонию. Ну, подчеркиваю, что это интерстальная пневмония, это не обычная, не вне больничной пневмонии. И в течение года периодически озноб, как объяснить? Уважаемая Светлана, вот очень рекомендую вам посмотреть вот хотя бы проект вот этих методических рекомендаций. Почему? Потому что вообще лихорадка неясного генеза – это вообще проблема всегда, тут нужен поиск диагностический и так далее. Но одна из самых вероятных ситуаций в этой – это поражение суставов. И об этом академик Мазуров в своей части написал, вот это длительное течение фибрильной температуры с поражением суставов. В общем, надо искать, как говорится. Однозначного ответа нет. И сказать, что это вот… И обследуются у разных специалистов, применительно к детям. Это термоневроз, может, который возникнет. Это проблема с эндокринными железами. То есть причин длительного фибрилитета очень много. И поэтому я думаю, что нужно под наблюдением какого-то доктора определиться. И есть тест, который позволяет… Три дня назначается определенная группа препаратов. И после этого проводится во время этого назначения каждые три часа термометрии. И когда вы приходите к доктору с этой информацией, он вам говорит о том, к какому специалисту вам нужно более углубленно обратиться. Мы это расцениваем как лихорадку неясного генеза. И есть алгоритм, как в этом случае действовать, что исключать, какими путями идти и смотреть. Следующий вопрос. Будут подготовлены к лечке рекомендации по скавиду? Вопрос. Наверное, будут когда-то. Конечно. Но сейчас вот методические рекомендации мы их анонсируем. Сейчас только мы первую часть сделали. Будем дальше смотреть. В клинической рекомендации по реабилитации ковидных пациентов ничего не говорится. Ну, я бы не сказал так. Я принимал участие в клинической рекомендации, которая издана в прошлом году. Значит, там действительно многих вещей не говорится, потому что надо понимать, что это был прошлый год, были проблемы. Там ни слова нету медикаментозной реабилитации. Там мы прекрасно с коллегами, прежде всего с профессором Ивановой Галины Евгеньевны, главным реабилитологом Российской Федерации, понимаем, что нужно обновлять эти рекомендации. И будем их обновлять и дополнять. Будем, безусловно. И, кстати, в этих методических рекомендациях, которые я говорю, тоже есть разделы реабилитации, которые немножко больше. Кроме того, год назад мы опубликовали методические рекомендации Российского научно-медицинского общего терапевта по медицинской реабилитации постковидных пациентов. Там есть большой раздел пульмонологии, респираторных проблем, кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии. Опубликован журнал «Пятый номер. Терапия» 2020 года. Но сейчас информация появляется. Уважаемые коллеги, мы, конечно, торопимся, нам хочется быстро все сделать, но нам и не хочется, извините за выражение, внедрять какие-то колдунские методики. Хочется как-то накопить материал. Но уровень доказательности должен быть определён. Да, какой-то уровень доказательности. Потому что, к сожалению, касательно реабилитации, сейчас, извините, все коммунилини за это взялись. И методики, которые применяются, в лучшем случае, они бесполезные, безвредные. Но, к сожалению, есть и небезвредные методики. Поэтому, конечно, всякого рода нормативные документы нужны. Но это очень серьёзная задача. И это не делается, поверьте мне, ни за день, ни за месяц. Это, в общем, большая работа. Александр Васильевич, я знаю вашу активную гражданскую позицию. Вы и в средствах массовой информации, и на специальных порталах выступаете. Я целиком поддерживаю вашу борьбу с антипрививочной компанией. Я вообще считаю, что для себя делю антипрививочников на несколько категорий. Первая категория – это люди, я не психиатр, но я прекрасно вижу, что это приобретает форму сверхценной идеи. Таких людей переубеждать бессмысленно совершенно. Это мы все три знаем прекрасно. Есть люди, которые откровенно наживаются на этом. То есть, вот это слово «хайп». Я сейчас хайпую. У меня в блоге растут подписки. Соответственно, деньги идут, потому что рекламные все эти учитываются. Если у тебя миллион подписчиков или 10 миллионов и так далее. То есть, это абсолютно недобросовестные люди. Есть люди, которые искренне заблуждаются, но склонны почему-то не верить врачам, а верить различного рода. Тиктокершам, каким-то блогерам, артистам. Кто-то очень хорошо сказал, ну идите лечиться у Маши Шукшуной, если она так активно выступает. Есть просто ленивые люди, которые нельзя называть, что они антипрививочные. Да, потом, да, как-то вот на авось, вот эта русская авось. Меня очень размущает ситуация, когда в развитых странах охват прививками огромный. Не буду называть цифру, но огромный охват прививками. А у нас по-прежнему мы не достигаем вот этого порога. И, на мой взгляд, я бы вообще вводил более жесткие меры. Вот я считаю, что в условиях чрезвычайной ситуации, она чрезвычайная, если каждый день гибнет по тысяче человек. Значит, по крайней мере, в императивном порядке должны быть стопроцентно привиты люди, работающие с населением. Это все медицинские работники, это все педагогические работники, это работники транспорта и торговли. Вот мое такое глубокое убеждение. Тут не до демократии, что называется. И особая неприятная позиция, это позиция некоторых врачей. На мой взгляд, эти люди не должны вообще заниматься врачебной деятельностью. Мне кажется, надо об этом говорить, потому что мы подготовили обращение Президиума Российского научно-медицинского общества с разъяснением. Если разъяснение не помогает, предложили региональным органам исключать из членов, как людей, не разделяющих устав и требования. И есть такая активная позиция, люди не скрывают свои антибривычные. Есть люди, которые торгуют подложенными документами, это уголовка. И я сталкиваюсь довольно часто с ситуацией, когда говорят, а мне не привили, мне врач сказал, мне нельзя. Хотя есть четкий перечень. Вот как бы умышленно завышают перечень. Таким образом, как раз людей наиболее рискованных групп, которых надо прививать в первую очередь. Он говорит, мне нельзя, они верят врачам. И получается, что огромная масса не прививается. Вот ваше отношение, несколько слов скажите. Вы знаете, очень глубинный вопрос, которым мы вообще могли посвятить сегодня наше с вами общение. Но на самом деле я бы не назвал себя борцом с антипрививочниками. Потому что я считаю, что это не борьба, а это просвещение. И я отдаю себе отчет, ну 40 лет работая в медицине, что действительно мы можем воздействовать только на людей, которые колеблются. Вот просвещением, диалогом и доверием мы можем растопить лед, ну не доверие, скажут автологии, именно к вакцинации. И на собственном опыте, и на опыте того, что происходит, мы могли бы делиться этими знаниями. И в силу ряда обстоятельств, действительно, мы были, например, инициаторами того, что прошедший в мае этого года Национальный конгресс по инфекционным болезням проходил тоже по принципу COVID-free. То есть мы использовали, ну условно, когда не было... Я участвовал в этом конгрессе, да. Да, QR-кодов не было, но были сертификаты вакцинированные. Были, да. И поэтому сертификат вакцинированного А позволял нашим коллегам, а аудитория была огромная, которая охватывала конгресс, выбрать. Либо они онлайн участвуют в мероприятии, либо приезжают и отставят свои позиции. И зачастую мне вот эти антиприючники говорят, не было диалога, никто не приглашает специалистов, мы с этим сталкиваемся. Да мы предлагали. Вот три дня, Рейтсон Славянской, были круглые столы. Но напрямой диалог никто не идет. Да, а каких специалистов они имеют? Ну, они себя считают специалистами, но напрямой диалог они как бы не идут. И понятно, что в этой ситуации более ответственно говорить о своем личном здоровье. У нас действует закон о иммунопрофилактике, который позволяет лично с собой поступать, как тебе заблагорассуется. Но навязывать свое мнение, я считаю, окружающим. Вот это преступная ситуация. Навязывать свое непроверенное мнение о том, что у врачей могут быть сомнения. Согласитесь, это просто недостатки медицинских знаний. Не безобидно. У нас не каждый врач, не каждый, все, что называется врачами, будь то диетолог, будь то рентгенолог, будь то терапевт, будь то инфекционист, в практической жизни сталкивается с теми вещами, о которыми он делает умозаключение. Потому что объем знаний в медицине огромный. И поэтому в этой ситуации нужно обращаться к специалистам. Наиболее продвинутые люди, бесспорно, педиатры, потому что они выполняют ключевой лозунг защиту населения, детского населения, сохранение их здоровья. И понятно, что они иммунопрофилактику знают, как никто другие, а вот некая успокоенность о том, что инфекции нет. Да, я могу согласиться, ситуация, что некоторых инфекций нет, но когда она возникает, и ты беззащитен, проехаться в общественном транспорте за чужой счет не представляется возможным. Когда это будет лично тебя касаться, то же самое кори, не в детском возрасте, мы должны говорить о том, что лекарств от кори нет, кроме прививки. Касается полиэмилита, когда в странах Юго-Восточной Азии мы были на конгрессах, мы видим, какое количество людей с последствиями полиэмилита. Да, они живут, да, сохранная голова, и в этой ситуации, я думаю, что они задают вопрос их родителям, а кто тебе дал право решать за мою жизнь, чтобы я в дальнейшем существовал инвалидом. Причем неизлечимая ситуация и прочие вещи. Ну вот смотрите, я называю людей, которые активно выступают, говорят, это мое дело, я прививаться не буду, но и тут нужно сказать так, это люди с пониженной социальной ответственностью, потому что они не только за себя отвечают, они живут в социуме. А вы знаете, мы и я, ведь никто твоего личного мнения не спрашивает, это твое здоровье, и поэтому я абсолютно с вами согласен, когда общество мы и я, мы говорим мы, и позиция-то неизменна в мировом сообществе. Почему группа чешских товарищей весной этого года подала в Европейский суд по правам человека соответствующую апелляцию, потому что их принуждает к вакцинации. И они получили ответ, и получило все мировое сообщество, государство вправе выбирать, как им вас защищать, вправе. И вакцинация является легитимной, законной, и если правительство принимает такое решение, и ты живешь в этой стране, то ты должен подчиниться. Я вспоминаю историю с черной оспой, помните, завезли. За короткий срок привито было практически. Но Москва была закрыта, был локдаун, таких слов мы не знали. Она была полностью закрыта, было массовые прививки. Более 6 миллионов прививок история завершила. Спасли нас от тяжелейшей инфекции с высочайшими количествами. И человечество, это антропонос, который бы не остался только в Москве, с этим художником, приехавшим из Индии. Как у Карекина или как Акарекина, но это не важно. Это не Толстой и не Чехов, чтобы о нем вспоминать. Но сам факт по наивности, он оказался именно в этой ситуации. Мы прекрасно знаем, что природные очаги, опять возвращаясь к тому же полиэмилиту, никто не отменял. И мы знаем ситуацию в Афганистане. Это один из природных очагов, иммиграционные потоки. Вот даже при очень доступной вакцине. Абсолютно доступная вакцина. А реактогенные, и вы знаете, что весь мир вообще вакцинирует, убитые вакцины. Если еще какие-то сомнения были о поствакцинальных реакциях, то сейчас эта вакцина убитая. А любую инфекцию, какую мы с вами не возьмем, люди не вспоминают историю города Москвы, связанной с дифтерией. Когда ситуация была близкая, за один эпизимний сезон 20 тысяч летальных исходов. Это капельная инфекция. Вы проехались в лифте с кем-то, живя в крупном мегаполисе. Почему мы забыли эту историю? Это было с нами, с вами. И совсем недавно. И до настоящего момента вы можете не прививаться. Но столбняк и бешенство неизлечимое инфекционное заболевание. И поэтому столбняк я не пугаю. Почитайте, Тысяча и одна ночь. Это одна из страшилок, которая там была для того, чтобы избавиться от нежеланного младенца. Я не буду давать рецепта, но использовал земля, либо конский хвост применялся. И столбняк, споры которого живут, ребенок прекрасно катается на велосипеде, либо упал с забора, поранился, развивает столбняк. Это неизлечимое заболевание. И совершенно недавно, но не прошло и пяти лет, в один из городов на границе с Западной Европой, наш городов, меня приглашали на консультацию, потому что мальчик, катаясь на велосипеде, напоролся на ржавый гвоздь. Сценарий абсолютно четок. Понятно, что объяснить было невозможно, он не привит, но ситуация для врачей, она абсолютно очевидна. Для врачей-инфекционистов, для врачей других специальностей. Добрый день, подскажите, где можно посмотреть рекомендации, про которые вы говорили. Пожалуйста, сайт российского научно-медицинского общества терапевта РОНМОТРУ и сайт национального научного общества инфекционистов. Набирайте в поисковике, и там, и там размещается в разделе все документы, это такой регламент, размещается в общем доступе. Или подождите, когда окончательный вариант уже утвержден. Какая вакцина лучше? Один из самых частых вопросов пациентов. Как ответить? В ответ очень простой. Выбор индивидуума должно быть согласие защитить себя и желание защитить себя. А вакцину подберет доктор. Поэтому мы живем в стране, где есть разнообразие вакцин, но состав их абсолютно разный. И мы с Андреем Георгиевичем, ну, одного возраста, может быть, но он Андрей, я Александр, и мы все отличаемся друг от друга. Поэтому... Но приживаемся спутником ВИК. Приживаемся, или Пиваккарона, не называем, как бы, вакцинные бренды, но я бы хотел сказать, что разный состав вакцин и определяет выбор доктора. Поэтому отдавайте себе отчет в том, что, приходя за 15 минут, мы не имеем считывающее устройство, которое может все про вас рассказать. Поэтому расскажите все, что было с вами в этой жизни. Понятно. Вот считывающее устройство. Почему не учитывают антиладжи у переболевших перед вакцинацией? Вы невнимательно следите за хронологией событий. Как известно, даже президент на прошлой неделе пролонгировал действия QR-кодов у лиц переболевших и высокий титр антител. Но не просто антител, а вирус спецификация. Мир не следует антителам. Вот я и задаю. Ну, коль мы уже вступили на эту ситуацию, то мы должны давать себе четкий ответ. Антитела нужны для врачей. Почему? Потому что вы сделали вакцин, первая доза ноль, вторая доза ноль, вы поменяли вакцинный препарат и опять ноль. И что мы в этой ситуации говорим? Вам, коммунологу. Потому что в обычной ситуации организм не может отвечать. У нас так иммунная система работает, найди и обезвредь свой или чужой. Не может не реагировать выработка антител. Если этого не происходит, надо задуматься. Есть исключение. Синдром засыпающего иммунитета никто не отменял. Если вам за 70, у вас иммунологический ответ может быть иным. Поэтому при некоторых вакцинах, некоторых вакцинах не только ковидные, требуется несколько аппликаций. Понятно. Или иная доза препарата используется. Вот еще один момент, вернее два момента, на котором я хотел восстановиться. Опять же антипрививочники или просто люди говорят, вот я привился и тут же заболел. Ну, понятная ситуация. Нужно время для формирования иммунитета. То есть даже время после второго укола. Не менее двух недель после второго. Поэтому если вы заболели до прививки или вот в этот период межпрививочный, то ничего удивительного в этом нет. Вы абсолютно наивно не защищены. И понятно, что прививка содержит ослабленные или фрагменты, убитые, если быть точным, или фрагменты вируса. И она моделирует легкий инфекционный процесс. А если вы встретились с диким вирусом, когда вы еще не сформировали иммунологическую память, естественно, дикий вирус будет более приоритет. И болеет часто и не ковидом, а респираторным инфекцием. Потому что есть некое проседание, поэтому могут быть и респираторные инфекции, которые никто не отменял. Понятно. И вот один момент еще в нашем основном обсуждении, на котором я хотел остановиться, немножко упустил. Вот персистенция вируса и необходимость назначения противовирусных препаратов. Имеется в виду прямые противовирусные препараты. У нас на сегодняшний день, я напомню, разрешены рамдосевир и фавиаперавир. Причем буквально на днях объявили, что сделали фавиаперавир для инъекционного введения. Что, в общем, хорошо. Эта биодоступность и теоретически меньшее количество побочных эффектов. И есть моноклональные антила, которые сейчас фигурируют только один, очень ограниченный. Это новое поколение, это аж 4 препарата. На них надеемся. У них у всех есть проблемы. Значит, раннее начало терапии, первые 3-5 дней от момента начала заболевания. Первые 2 дня для моноклонов. Для моноклонов вообще 2 дня. 2 дня внутривенно. И это не волшебная палочка. Они имеют разброс эффективности от 79 до 85%. Хорошо. И сейчас регистрируется в мире, чтобы закончить с моноклонами профилактические антитела. Не лечебные. Поэтому, если ты попадаешь в контакт заведомо, но летел в самолете. И получаешь СМС. Ну, вот сценарий, который... Ну, у богатых свои причуды. Это стоимость. Только получаешь. Ну, вот сейчас 60. И ты проходишь экспресс-тестирование в аэропорту. И вот здесь есть... Я не знал. Нет, это сейчас регистрируется. Значит, есть опыт. Он ни на чем не основанный. То есть, доказательной базы пока нет. Но есть публикации отдельные, где вот у больных слон ковидом. То есть, явно с персистенцией. Да, с явными проявлениями. Назначали повторно прямые противовирусные препараты. Есть работа по рандосевиру. Есть отдельные публикации по фавиперавилу. Вот ваше отношение... Я понимаю, тут четкого однозначного ответа сказать нельзя. Ваше отношение вот как раз к тому же реплевирусному инъекционному. Если вот лон ковид такое бурное течение и долгое. Имеет, наверное, смысл? Или, по крайней мере, изучить этот вопрос? Нет. Да, изучать абсолютно однозначно нужно. И если вирусная нагрузка не меняется... Ну, собственно, это же не первая инфекция. При том же гепатите мы назначаем при хроническом. При высокой вирусной нагрузке мы назначаем противовирусный препарат. Да. Это я как бы пример или мостик. Нужно проводить аналогии с другими инфекциями. Потому что сценарий-то может приобрести развитие абсолютно разное. Но в остром периоде мы максимально говорим, что первые два дня, три от начала заболеваний – это та ниша. Потому что у нас же нет... Наиболее эффективные. Наиболее эффективные и доказанные в мире во все рекомендации – это ниша для использования противовирусных препаратов, которых вы сказали... Проблема в том, что больной попадает в стационар уже на пятый-шестой день. Но дело-то все в том, что мы должны задуматься о том, что если у тебя появились симптомы... Сейчас алгоритм диагностики поменялся. Уже появилась лампа тест-системы, которая через час дает результат. Быстрые тесты. Ускорилась. А они доступны. И в этой ситуации сразу противовирусный препарат. Потому что скорость... Не сидеть дома, ждать. Потому что никто не может гарантировать, как будет протекать инфекционный процесс. Исследование и ранее назначение терапии в амбулаторных условиях. Тем более, что доступность, по крайней мере, реплевира вообще большая. Ну, ремдосевир внутривенно. Поэтому я понимаю, что репревир внутривенный будет назначаться в стационаре. Как, собственно, моноклональные антитела. Они сейчас тоже используются. А таблетки есть, пожалуйста. А таблетки есть. И поэтому ранее назначение – это залог успеха. Мы не говорим, что это стопроцентная гарантия. В медицине такого не бывает. Но если вы не даете реплицироваться вирусу... Нет, данные клинического исследования очень не такие. Да, они убедительные. Очень приличные. Очень приличные. Я их знаю. И об этом как раз у вас на конгрессе терапевтов и говорил. Да. В пленарном докладе. Да. Александр Ильич, значит, у нас подходит время к концу. У нас последний вопрос. Вопрос. У пациента есть возможность сделать Pfizer. Привит спутниками летом 2021 года. Можно ли делать несколько брендов вакцин? Не будет ли это сильной нагрузкой на иммунную систему? Я очень солидарен с нашим Визави. И отошлю к действующим методическим рекомендациям нашим, которые повторяют и мировые рекомендации. В идеале ревакцинация должна осуществляться другой вакцинальной платформой. Это позволяет выработать более широкий спектр антител, который нам позволяет быть более устойчивым. Возможно той же вакцинной платформы, а в идеале поменять вакцинную платформу. Поэтому если вы сделали тот же самый спутник, вы можете повторить спутник Light, можете повторить спутник, но можете сделать типа Pfizer. Не будет ли это сильной нагрузкой? Это не будет абсолютно никакой нагрузкой, потому что мир, примитивно даже к грудным детям, вспомните, идет по сценарию комбинированных вакцин. Когда все ароматы Франции в одном флаконе. Понимаете, если бы ребенку каждые два года делали инъекцию, прививку, то я всегда в лекциях антивакцинальщикам говорил, что дети первые два года напоминают подушечку для бабушкиных иголок. Если кто-то еще забыл бабушки, чтобы иголки не теряли, имели подушечки на окне, подушечка для бабушкиных иголок. Поэтому мир пошел по уменьшению числа инъекций, создал комбинированные вакцины. Ну, та же АКДС. При этом максимально очистил их. А сейчас и пяти, и семикомпонентная вакцина. Максимально очистив и доказав, что они эффективны, либо в год коревые. Корь-ветрянка, паратит, ветряная оспа. Классика жанра. И поэтому, повторяю, что они сочетаемые, проводятся исследования, никакой нагрузки нет. Поэтому мы, ревакцинация, напоминаем иммунную систему, которая создала образ. И я постоянно говорю, что напоминать нужно. Потому что если вы каждый день ели красную морковку, а съели желтую, то о ней нужно напомнить. Потому что однократно иммунная система не поймет, что это морковь. Поэтому и базисная вакцинация делается несколько раз. Закладывается базис, а потом уже иммунная система при встрече понимает, свой лип чужой. Отлично. Ну, давайте завершать. Мы как раз уложились ровно в час. Я думаю, что у нас будет возможность еще получить вопросы. Надеюсь, это не последняя наша встреча. Это, по-моему, неисчерпаемая тема. Аспектов очень много разных. Аспектов много. Мы понемножечку коснулись. Во всяком случае, ситуация не безнадежная. Да. Значит, мы осмысливаем, мы подходим, подходы такие, как делать прелон к ковиде, как с пост к ковидом. Потихонечку это все делаем. Сейчас все-таки более-менее разобрались, как в острый период вести. Вот разница между временем клинических рекомендаций 13-го пересмотра и 1-го, она просто... Уже 15-я. Да, уже... Уже 15-я рекомендация. Да. И поэтому я все-таки в завершение призываю пойти в вакцинальные пункты и сделать врачей безработными, врачей-инфекционистов, которые лечат ковид для того, чтобы... Ведь на самом деле статистика-то есть. Повторные случаи среди переболевших не менее 1% в мире. 0,7% в среднем. Неспоставимые цифры. А некоторые страны сейчас перепрыгивают цифру 70 тысяч случаев в день. Это, в общем-то, жуткие цифры, согласитесь. И оказать помощь, ну, когда в день 700-800 человек находятся на аппарате искусственной вентиляции не от инсульта, не инфаркта, которых нужно спасать, а по поводу острой, предотвращаемой инфекции, согласитесь, это беда. Спасибо. Спасибо. Спасибо.